13.06 в нашем городе, добрый день, передача сделанная в Вятке Сегодня пятница, это день встречи с историком, краеведом, руководителем музея Вятского госуниверситета Евгением Питуниным, Евгений Альбертович, день добрый, здравствуйте Приветствую всех Замечательная погода, замечательная перспектива у нас, я имею ввиду нашу программу Мы сегодня отправимся в очередной исторический экскурс Я напоминаю, что у нас продолжает серия программ Началась в честь 9 мая этого года Мы начали говорить об истории Кирова сразу же послевоенные годы Пошли по хронологии, 46, 47, 8, 51, 93 Сегодня добрались до середины непосредственно 50-х годов Путешествия по времени, вот так мы уже незаметно добрались до 55-го года Что? Великолепно Материала много? Конечно Я так понимаю, чем ближе к современности, тем материала побольше Нет, есть и серые годы, есть такие Ну, не выдающиеся А вот 55-й, это яркий год Были и величайшие трагедии, были и величайшие достижения Вот 55-й год, это начало большого рывка для страны Как там рывок, это у нас в разные эпохи были Сейчас недавно нам рывок обещали, но рванули только у нас цены и пенсионный возраст В наше время Грустная такая ирония Да, в 55-м действительно был большой рывок Кстати, вот не поверите, думаете, когда война с Германией у нас закончилась в 45-м Ничего подобного, но в 55-м году Да? Именно в 55-м году В Японии мы официально еще до сих пор не подписали Вот, по-моему, да, вот сейчас вот пытаются В 55-м году президиум Верховного Совета подписал указ о прекращении состояния войны между СССР и Германией Вот Из Ирова были вывезены последние военнопленные, которые, я уже говорил, назывались военные преступники Предшествовало этому событию, визит канцлера ФРГ в СССР И разговор долгий и трудный разговор с Хрущевым Говорят, по воспоминаниям, вот я читал, говорят, что все было очень сложно Хрущев ботинком не стучал, но показывал канцлеру кулак Канцлер в ответ ему кулак показывал, но разошлись мирно Вот и напряжение, отношения были напряженными Конечно, из всей страны у нас и из Ирова были вывезены последние военнопленные А сколько их оставалось к тому моменту? Немного, немного Вначале у нас было где-то 11 или даже больше лаготделений А к 55-м уже, в принципе, где-то что-то достраивали Сейчас, трудно сказать А непосредственно в областном центре они были? Были До сих пор осталось Где они, собственно, наконец-то спрашивали Если взять от нас, вот это идти От театральной площади, имеем в виду, да? Театральной площади, ближайшие пленные у нас были Если идти сейчас в сторону завода 1-го мая, вот там Перекресток Молодой Городи Дальше в сторону завода, и там такой проулочек есть Там вот до сих пор, по-моему, барак И это их, по-моему, только начинают сносить И там был сахарный склад, вот называли этот большой длинный барак Потому что до революции там, видимо, запасы купеческие сахара были Вот там было одно из лагоотделений В другую сторону, это вот территория шинного завода Там до сих пор возле пожарной части шинного завода Есть деревья, высаженные по периметру кладбища военнопленных На сельмаши вот Где-то, ну, всюду Но к 55-му году уже все, вот отправили И в 55-м закончилась советская упадция Западной Германии То есть образовалось вот уже полностью независимое, без оккупационных войск, государство Ну, вот и события были, и в Кирове, конечно, тут Ну, для Кирова-то что это значило, если уж говорить о нашем городе? Ну, проводили и проводили? Я не знаю Ну, ничего, наверное, незаметно прошло То есть их меньше стало, уже все на них насмотрелись Уже все, война закончилась, раны зажили Народ хотел другой жизни, не военной, тем более События, масса происходила Жить все равно, вот если, например, использовать сталинскую фразу Жить стало лучше, жить стало веселее То это ни в коем разе не в 37-м, а вот к 55-му году Это еще вполне можно применить То есть, конечно Ну, официально Хрущевский утепель-то позднее стартовал? Хрущев уже был, там уже была, можно говорить о жанре Борьба уже Хрущев утаптывался, утверждался, давил оппонентов Смещал там одного, ну, сейчас министра там ставил Спереди, ведь, 56-й, в тот самый 20-й съезд Да, 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 но пока еще вот Круза и прочее, прочее, спутни И это все чуть попозже Вот, в Ирове тоже происходили Москва, конечно, вот если смотреть, преображалась вся у нас Страна, и в Москве прорубали новые проспекты Рушили старые московские кварталы И в Ирове уже вовсю строился Хрущевский проспект Уже люди чувствовали перемены Причем перемены были такие, что властям Не надо было объяснять, что они полезные Что пенсионный возраст полезен Что за мусор платить полезно и нужно Сегодня там выступал кто-то и это, это И убеждают, вот Тогда не надо было Люди сами видели строиться жилье Из бараков, из подвалов Люди переезжают, хотя и в Коммунал Или в Хрущев, чуть попозже Но в 55-м больше в Коммунал Это и то было большое событие Видели, что власть, заводы строят новые районы Октябрьский застраивался Мы посвящали этому программу Но давайте напомним все-таки Точные даты С 55-го года по проекту Злого первая дома Это от улицы Росель-Сембург Еще вот не убрали В 55-м уже убрали, а была железная дорога Еще в 54-м узкоколейка Которая возила рабочих на филейку Ибо с войны другого транспорта не было По трамвальным путям проложенным Еще до войны И в доме, вот там и сейчас, по-моему, Прикмахерск, а если это дом на углу Росель-Сембурга Давно он не обращал внимания Да, было за вас Люди сидели, да, их стригли, брили Они смотрели, паровозик вот в кольцу Разворачивались Да, там разворачивался В 55-м уже убрали Интересно, вот панорама, например С севера на юг С этого же места, с Росель-Сембурга И еще огромные сосны Прямо на проезжей части Глинистая дорога Но уже была проезжая часть Вот со стороны С нечетной стороны Уже узень дорожка Уже хотели Желто-красные автобусы ЗИС-155 Ну, в общем Нечетная западная сторона Да, люди чувствовали перемены Люди стали лучше одеваться Люди стали побольше немного зарабатывать Хотя до изобилия еще было далеко Но и до кукурузы тоже было далеко Поэтому, ну, деревню, конечно, давили Налоги Все там пытались разбежаться В городах Так уж и жизнь нормализовалась Что у нас Вообще Вот в области Самое значительное событие В 1955-м Я считаю, что это Появился новый город у нас Вот угадайте Какой город А должен был Самое интересное Не какой Как он должен был называться Так Должен был появиться К сожалению, запамятовал Новый город под названием Герцен Ох И вот, то есть Трудящиеся и области И вот этого поселка Который стал городом Отправили, видимо Во все инстанции Ну, вот Это работягам Могла прийти В голову мысль Чтобы Город Клерживон Назал Герценом Какой-то сдвиг По фазе Но, тем не менее Вообще Вот я говорю, что появился Не Герцен А Ирова Чепец Вот А вначале Он мог бы вполне стать Герценом И были бы эти Гер... Их Герценцы? Гер... Герцен... Герценчане Герценчане Не Герценчане Ну и слава богу, что не появился Да До 55-го Это был Хотя Чепчане Поселок Поселок Ирова Чепец А еще раньше была Деревня Которая называлась Голодный Починок Это в народе так называли? Или официально? Такое доброе Местное название Такое Починок Невесело жилось Ну везде же там же были Эти Герелого Неелого Неурожай А тут голодный Починок А то есть вполне В российских традициях А в 55-м году Жилых домов было В Чепец 129 Из них целых 57 были Поменные 53 деревянные 19 барак Засыпанные Индивидуальных домов Ну деревня видимо И близлежащая деревня Вошли 565 Асфальтированных Дорог и тротуаров Не имелось Вообще не имелось Тем не менее Несмотря на это По поселку Крусировали Три автобуса Ой Не завидуя водителям Особенно в Распутице Непонятно Почему Этот исполком Райсовета Учитывая просьбу населения Решил Называть Герсон А цель-то собственная Цель собственная Создание города Химическая промышленность Химическая Городообразующая Производство Ну москеровка Под видом Химпромышленности Этное топливо И прочее В результате Вот недавно На вашей радиостанции Была большая передача Там про Всякие захоронения В Чепецком районе Вот оно С 1955 года И таким образом Чепец появился Ну и второй Не могу Конечно Подождите Герсон Сколько он просуществовал Под этим названием А он не был Его пытались Планировали Его писали Писали Там В ЦК Это же столько документов Нужно было Соколосовать Видимо из Москвы Пришел ответ Ну если так Смягчить Выражение То вы там Чего охренели Что ли В Ирове А у вас там Чепецкий поселок Вот и будет Ирово-Чепецкий Чем там Герсон Я полагаю Что примерно В общем Я думаю Что тогда Не стеснялись Не переборщили Не стеснялись В выражениях Люди Хотя вроде так Как-то Все уши Поприжали И власть Поприжала И милиция Поприжала После Сталинских Додел И все Немножко Притихли Но тем не менее Герсон Не случилось На территории Нашего Регина Ну конечно Конечно И второе Событие Не могу Не удержаться Это В 55 Году В общем То Можно сказать Что родился Наш Вятский Стал Назоваться Кировский Политехнический Конечно Заочный Энергетический И так далее В общем-то И третье Событие У нас Так вот Если из масштабных Подумать То это Всегда И построили Кинотеатр Победу И открыли Это было Победа Ну и смену И это В эти же годы Открыли Вот А что начали Строить Победу Там Примерно Напротив Победы И чуть южнее На другой стороне Вот У тебя сейчас парк Такой С пивной палаткой Там был Очень ветхий Кинотеатр Прогресс Он уже не функционировал Самый старейший Вернее Или 11 А и сохранившийся Нет Да старейшие Там были другие Модерны Иллюзион Там В зданиях Там Их-то А этот Не самый первый Конечно Но старший Лизе Он был маленький Там Говорят Вот Когда он уже Завершал свою деятельность К 55-му году И даже раньше Висела Почему-то В холле Вот Роспись была Сталин Смотрит На поля И И снизу Огромными буквами Там Засуху победим Вот очевидцы вспоминают Я не знаю Там Была ли у нас В Ировской области Засуха Но почему-то Если в колизе Были там Динозавры Роспись То почему-то Сталина Засуха Прогресс Бог с ним Снесли Снесли Он ценности Не представлял А вот победу Победу строили Ну по типовому проекту Вот на смену Этому обещавшему На той же улице Называться-то Она тоже должна была Прогрессом Вот как Новый колизей Ну я напомню Ныне перекресток Володарского Московской Ну раз Раз вот Десятилетие победы То Не проект Остался В общем Название Осталось И за всем Энотеатром Хотя Вот эту победу Буквально врыли В остатки Бывшего посадского Вала Города Хлынова Это и спутственный Городской земляной вал 15-16 веков Там Во дворе победы Еще можно Посмотреть Да Можно Ну сейчас конечно Победа в нормальном состоянии Вот холл застеклили А так вот Был приятный Энотеатр Там джаз-бенд играл Перед Много времени там Примели в свое время Вот И основные события У нас в Иреве были Ну сами понимаете Когда строят жилье Когда строят Энотеатры Когда По городу ездят Уже Не трофейные И не какие-то Там развалюхи Уже вполне Приличные победы Уже Относительно нормальные Автобусы Уже там Тресопар Когда люди Стабильно работают И уже все-таки Нету Сталина И уже не ждут Что там Завтра очередная Компания по борьбе С кем-нибудь Там С космополитами С рыжими С конопатами Там С горбатами И будут сажать Ловить Уже этого нету То есть Как-то Вздохнулось Облегченно Оттепель Может быть И началась А может быть И нету Трудно сказать Вообще Что-то Оттепель Но наверное Все-таки и было Уже Можно было Например И ходить Вот так Относительно Свободно В одеждах И если Стиляги У нас В основном Появились После фестиваля Вот это массово Посмотрели На западную жизнь Фестиваль 57-го года Молодежи И студенты Ну в 55-м Еще не Стиляги Но около Этого Даже в Ирове Ходили Вот если Судя по старым Фотографиям В широченных Штанах Сантиметрах Там Ну больше Там 28-30 И не клише А просто Эти были Клетчатые Футбол И вот И уже Уже могли Там Обувь какую-то Отрывать Эту Вахушевскую Подошву И в ателье Могли В обувном Ателье Заказать На манной каше Называлось Из белой Опор И там Что-то Ну и было Немного Потому что Все-таки Город Была Одна Большая Райна Если Можно было По центру Там Гулять Куда-то То люди Которые Отличались Это Как сейчас Вот Опять же Аналогии Сегодняшним Днем Где-то Не так давно Несколько Месяцев назад В Москве Гопота Убили Какого-то Парня Хипстера Что он Отличался Он в дудах Ну к сожалению Это В любой эпохе Наверное Происходит Они считали Что Настоящий Пацан Он должен Носить Роткую Стрижку Быть Патриотом Любить Путина Слушать Любе И шансон А остальным Всем надо По морде Вот А тогда У нас Вот Тоже После Таких Времен Суровых Тогда Город Можно сказать Была Одна Большая Окраина И если Кто-то Иначе Танцевавший Иначе Выли Иначе Одевающийся Появился Где-то На заводской Окраине То там Всегда Нашлись Мозолистые Клотки Рабочих Парней И они Бо Объяснили Кто-то Знаменатель А что с рождаемостью В середине Пятидесятых Что с численностью Областного Центра Обычно Когда-то Такая атмосфера Свобода Рождаемость Растет Он был Когда пришли И там Не так уж Много Мужичков Но Тогда Видимо Было Время Любви А в Пятьдесят Пятом Склон Все равно Видимо Демографически Начали Выравниваться Ресурс Был Огромный Человеческий Даже у нас В области Это сейчас Вот если К примеру Если так Пофантазировать На воздушном шаре Мы поднимемся Над Ировской областью То Мы увидим Огни Вот Райцентры Там Большие села Все остальное Меркво Там Где было В районе Там Каком-то Восемьдесят Деревень Там Дай бог Две осталось А тогда же После войны Вот по деревням Деревенская Молодец Совсем другая Субкультура С гормошкой На танце В сапогах В другую деревню Там побили Побежали обратно За подмогой В общем уничтожении Там подружку завел Здесь подружку завел Ну давайте От Ирова Или у нас Еще Есть время Немного Есть время Отвлечемся Немного Потому что Не может же Отдельно Город Как это Сериал Назывался Где под клопаком Город Оказался Не припомню Известный Из триллеров Из фэнтези Где вдруг Прозрачный клопак Над городом Образовался И никто Не мог его Преодолеть Хорошо Я И Пиров Не мог развиваться Хотя Вот этот Авторитарный Первый секретарь Как я говорил В общем Но это никого Не волновало Потому что То что происходило В правительстве Это была Там Такая Субстанция В другой жизни В параллельной Там мало Кто решил Давайте посмотрим Что в мире Было в 55 Давайте Международная повестка Хорошо И Все таки Много чего Происходило Черчилль Ушел в отставку По возрасту И состоянию здоровья Курил Наверное Много Сигар Но Все таки Он не Черчилль А Черчилль У нас почему-то До сих пор Так принято Германия Она избавилась От Упационных Войск Советских И тут же Вступила в НАТО А в ответ Был подписан Варшавский договор О дружбе Сотрудничестве И взаимной Помощи Между СССР Албанией Албанией Болгарией Чехословакии Восточной Германией Венгрией Польшей Румынии Впрочем Оформили Социалистического Блока Это еще Когда Я в армии Служил В конце 70-х Тогда еще Пугали Деды молодых Что Я тебе Такую жизнь Устрою Что ты будешь Самый несчастный Солдат Во всех войсках Варшавского договора То есть Наверное В 55-м году Явление Породилось И все А в этом же году В 55-м Пока мы тут Строили победу И радоваясь жизни В Калифорнии Открылся Целый парк Диснейленд По телевидению Церемония Транслировалась А у нас Вот только-только Еще затеяли Строить Телецентр Еще место присматривали Да В церемонии Открытия Участвовал Уолл Дисней А среди знаменитостей Был Роман Трейден А Соня Уже начала Выпускать Маленькие Романные Транзисторные Приемники Хотя у нас Вот мне привезли 63 год А нет Вчера мне Привезли радиол 59-го года Ну я представляю А у нас слушали Вот На смену патефонам Уже стали приходить Большие Ламповые Радиолы Ландоры такие Да Ну да Ну да Созвонил Вот уже Можно было Ну конечно Вот если Кому фамилия Чего говорит Некотор Рон Хаббард Вот известный Сцентричными взглядами Официально зарегистрировал Церковь Центологии Не знаю Запрещена ли она У нас Интересный вопрос И вот Джинсовый бум Начался В Америке И Западной Европе В 55-м году А у нас Он пришел В 78-м Когда По 200 рублей Стали То есть Еще был Такой диапазон Был В 55-м Повесили Последнюю женщину В Англии За убийство Любовь Ну вот вышла книга Лолита Владимира На бок Конечно Лолита Была Так же Недоступна Пришла она Уже Во время Горбачевский Перестрой И стали Ее печатать У нас В России В СССР Тогда еще Даже Это был Наверное Уже Конец Восьмидесятых Начало Девяностых Вот С 55-го Прошло столько Времени Для многих Граждан Была Открытием Ну Впечатление Произвела Конечно Даже По 55-му Году Наверное Но в 55-м Та они Не знали Вообще Было Может Сам издат Был Какой-то Но Тогда Я Конечно Как-то Относился Вроде бы Прочитал Треть книги Более-менее Нормально Но Когда Гумберт Гумберт Мечтал Что Свою подружку Вывернуть Наизнамку И съесть Ее Различные Органы Это у меня Несколько Отношений Ваше естество Воспротивилось Ну Вот У нас Хрущев был Конечно Битвы На Олимпе Власти Они Я Говорил И в Ирове Мало Волновали Что там Происходило Кстати Вот Смотрю На Дом Совета Дом Совета Немцы Пленные Это Мы Сейчас Термонологи 55-го года Используем Немцы Его достроили И Все Там Где Объехало Правительство Но Он был Два раза меньше Со стороны Октябрьского Пристрой Появился Позднее То есть Был такой Довольно Сейчас Он видимо Пентагон Только не Пятиугольный А четырехугольный А тогда Был Такой Дом Вдоль В 55-м Еще Напротив Были Деревянные Дома Улицы Хотя Уже И Вот Со стороны Театра Уже Площадь Облагораживалась А со стороны Драматический Театр Он был в том Виде Уже Да Что Сейчас Уже Сносились Дома Деревянные Но площадь Была в два Раза Меньше Ближе К политеху Были Деревянные Дома Огороды И улицы Деревянные 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 Там полностью Останавливали Деревянные 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 То до сё То до сё Сейчас Сейчас Видимо Вот Хрущев Он ещё Как бы Утверждал Себя Свой авторитет Вот Убрал Председателя Совета Министров Маленкова В отставку Из-за Противодействия Хрущеву Намерению Сократить Производство Вооружений Хрущевских Маленков Как бы Был против Назначили Булганина Булганин Сугубо Штатский Человек И сразу Отдел Маршальцев Лунди Военные Фронтовики Этого Не приняли И Не поняли Ну и Паганович Конечно Метро Это было Имени Пагановича И его Тоже Отстранили Союзника Маленкова В общем Вот такая возня Была Ну Тем не менее Байтанур Начали Кстати Вот уже О космосе Вот В ту пору Конечно Первые полеты Спутников И это Не попали На такую Ментальную почву Уже подготовленную Потому что Уже Стали у нас Печататься Масса Книги На тему Фэнтези То есть Фантастика Называлась в России Там Станислав И другие Ну конечно Не совсем Там буржуазные Ближе Там Польским Или прочим Каким-то Даже местным И люди читали Там про Эти Звездолеты Парсей И планеты И уже мечтали Вот-вот-вот И на грани Вот в 55-м Начали строить Байтанур В это же время В это же время Антарктиде Поплыло В одну сторону Поплыло Флагманское судно Первый совет Антарктической экспедиции Знаменитая была В другую сторону Поплыл Этот Турхиер Дал На своем плоту Вот жизнь И пела После войны И по-моему В этом же 55-м Этот Резиновый лод Через Я бы через Вятку Это наверное Не решился Но Кому что Все Тогда делаем паузу И перейдем К величайшей трагедии Этого года Давайте у нас Есть еще время Не без лож Идерте Обошлось Но сейчас Итак Реклама Это сделанная в Вятке Евгений Питунин Историк Крайвет Руководитель Музея Вятского Бусуниверситета Говорим о Нашем городе В середине 50-х годов Сегодня мы конкретно Остановились на 55-м Продолжаем Нашу беседу с Евгением Питуниным Историком Крайветом Руководителем Музея Вятского Госуниверситета Ну так Делая перекличку Современность Я так понимаю Евгений Петрович Про пенсионный возраст Разговоров-то не велось В 55-м В 55-м Да Про социальные Какие-то льготы Это наверное Позднее было В 55-м Цены Реформа-то Попозже была Цены снижали Вот Но Видимо Относительно Были Были Эмерческие цены То есть В 55-м Еще видимо Сохранялись Магазины Эмерческие Да и так У нас вот Например Человеку понимающим Рабы Свободно Продавались Там А по коммерческим Только мало Кому были нужны Полбаса Копченая Все это было Я думаю Питались Жареной картошкой Там С чем-то Огороде И у всех Жили В основном В деревне У всех Родственники Были Почти у всех Там С поросятами Курями Там И прочим И еда Была Логически Ну попробовать Конечно Там Ну не знаю Ну я вот О трагедии Хотел поговорить Давайте Увы Не знаю Но нельзя Молчать Не знаю Имело Ну я нашел Отношение Такое Довольно Оригинальное Нашей области Но Служили Левятские Парни На линкоре Новороссийск Неизвестно Но могли Служить А трагедия Года Это Взрыв И Затопление Линкора Новороссийск В Севастополе Вот В 55 Году В октябре Линкор Стоял На рейде Ночью Туда Были Переведены Солдаты Которые Переводились На флот Из сокращаемых Береговых Служб Им выдали Только Только Выдали Матросскую форму Но оставили Сапоги Вот Из пехоты В моряки Да Да До 700 Человек Их расположили В трюмах В носовой части Вот Часть ушла В увольнении В общем На народу Было На линкоре Больше Полутора тысяч И вот Ночью Где-то уже На рассвете Раздался Взрыв В носовой части Такой Что пробило Все перебор И От трюмов До верхней Палу Все Поэтому Сразу Вода Хлынула Во все Вот эти Пробитые Отверстия Линкор Стал Накреняться И капитан Его Командующий Флотом Видимо Слал депеши Что Ну и Всегда Вот у нас Водится Не создавайте Панику Там Никого Не эвакуировать Вроде бы И могли бы Спасти Людей И отправить Поэтому Вот Не было Но Линкор Принялся Все больше И больше Поэтому Видимо Все-таки Комфлота Принял решение Людей Оттуда Убрать Людей Стали выводить Из трюмов Еще уцелевших Стали строить Их На Палубе Шрингами Чтобы организованно Вывести Часть успели Посадить шлюп И в это время Корабль Резко Перевернулся И По официальным Версиям Ну там еще Конечно Были И в Помещениях Более 700 человек Погибли Хотя И спасательные Работы Проводились Были Большие Разборки В общем Население Такого Приличного Поселка Да То Вот сейчас До сих пор Еще Версия Тайна Из основных Тайн Которые До сих пор Не разгаданы Это Гибель Линкора Новороссийск И причина Гибели На перевале Дятлова Ну а переваль Дятлова Это уже В 59 В 55 А интересно Вторая версия Нам такое Освенное отношение Имеет Ирау Новороссийск Это бывший Линкор Джулио Чазари Который Был По репарациям Забран У итальянцев И поэтому Принц Баргези Он сказал Что Я Это Это так Даром Не пройдет И Этот Урнаш Будет Отомщен И по одной Из версий Итальянские Диверсанты Олангисты Заминировали Баргези Чернобыль Вот Украина Сейчас Открыла Архивы Чернобыля Читаешь И волосы Дубова У нас Все Засекречено И вряд ли Тогда Будет Открыто И Может быть Мы И узнаем Когда Тайну Скорее всего Можем И не дожить Я так понимаю Киров переживал Со всей страной Эту трагедию Да? В Черном море Это сейчас бы Там море Командов Во всех СМИ И так или иначе Вот А тогда же Ну В лучшем случае Наверное Такая Там Строг на 15 Информация Где-нибудь Самый Мелким шрифтом Да Нечто Радио Нет Только пресса? Нет Абсолютно Небольшие какие-то И то-то Эпизодические Поэтому узнавали О всех трагедиях О всех Ну Вот Эхо войны Такое Вот И через Десять лет После войны Конечно Было И У нас тут Конечно Не такие Но вот Когда строили Вот Те же Пленные Немцы Старое здание Дома культуры Родина То Они говорят Там То ли бал И подпилили То ли Не доложили Надо уточнять Это не нынешний Дворец Родина Предыдущий Снесли Это ближе к школе И это было Вот в 70-е годы Только при очередном Обследовании Что оказывается Ого Тоже вот такая диверсия Все это Может рухнуть И обвалиться На самом деле Это был Это факт Снесли Снесли А кому бы Там Вполне Дом Культуры Каменный Построительный С 40-х годов Он бы еще 100 лет Простоял А видимо Было так Что нельзя Было оставлять Поэтому Приняли затраты В 77-м Восьмом Году Ну вот я говорю С одной стороны Конечно Вот такие дела Тянуло все Консервативные Вот И это вот Эти Гон и вооружений Там Политические процессы А Какие-то события В газетах же было Лаос Там Про Вьетнам И про Лаос Говорилось В прениях Напоследок Стал вопрос Об отце и гении Но это Бозже Это мы уже К съезду подойдем Но тем не менее Как всегда Волновало Там Сейчас Отчетом в Сирии Или отчетом еще Тогда тоже волновало Газеты По крайней мере Создавалось впечатление Что Больше волновало Отчетом в Лаосе Отчетом в Кре Отчетом в Камбодже А у нас Вроде бы На втором плане Да На втором плане Уже То есть Традиции живучие И сохраняются И по сей день А в целом Не знаю Соревнования социалистические Это все продолжалось Ну вот Тем не менее Уже Прогрессивное общество Стремилось в космос Стремилось в Антартиду Стремилось в Иоанны Стремилось там Радовались всему Вот например 55-й год Это время было Открытие новых материалов Вот о чем писали газеты Кроме Международной обстановки Традиции В августе 55-го года Центральная газета сообщала Например Фабрика искусственной кожи Освоила в этом году Массовое производство Высококачественного Ракуля Из волокон Крома И вискозы Такая гадость Аж трещала Вот я представлю Головные уборы Муфты Воротни И манто Изготовленные Из искусственного Ракуля Не боятся Снега И дождя Прочны в носке Особенно привлекательной Была Обещанная Стоимость Искусственного Ракуля Планировалось Что он будет В 10 раз Дешевле Натурального Сейчас же прекрасно Понимаешь Это же сейчас Это все Подается под соусом Спасение природы И вернемся снова Это экономили Экономили Удешевление Производство Удешевление Это было не только В этом Не только В Каракуле А удешевление В 1955 году Было очень грандиозно Так было принято Постановление Саумина Об устранении Излишеств Проектирования И строительства А как же Советский гигант Жилищный кризис Грандиоз Надо было Быстрее строить Вот я уже Пример приводил Что если Зайти Напротив Сельхозакадемии Дом с гастрономом На первом этаже Со двора Заходишь Смотришь Там Есть Мог быть балкон А его нет Балконные двери А нету балконов Поэтому Сам сельхозинститут Он планировался Со шпилями С башнями С портиком С клонными Это быстро Все отрезали Вот Дома А в детали Между домами И эта статуя Заборчик И все А лепные карнизы Заменяли Переходами Там Была Самая глобальная Проблема Город Они помнят Они помнят Они и слушают Так Уважаемые слушатели До этого завершается Наша встреча С Евгением Питуниным Историком Краеведом Руководителем Музея Вятского госуниверситета Мы продолжим Обязательно До встречи В 1956 году До свидания